Ну чё? Хорошо там? Ужасно. Хочешь по второму грубую зайти? По следующей. Представляешь, у тебя... Гози, знаешь, что собирает, и против Харитоновой. За Харитоновой придёт. Нет, и все против Харитоновой. Я не стала против Харитоновой. Я, во-первых, воздержалась, потому что я не знаю, ничего не видела. Так, а чё? Так, подождите, я чё хотел сказать, я понял, понял. Нет, нет, не уходи, чё. А, да. Я имею в виду, значит, смотри, что я хотел сказать. Остановили. Остановили. Вот. Вот, значит, я чё хотел сказать. Смотри, у тебя завтра, у тебя завтра получается... Сейчас. У тебя завтра получается только в 2 часа. У тебя будет только сутки. Вот. А вот как сут наступил, вот как сут наступил, да? Кто-то заверну. Нет, не открываешь. Пофигу, чё за фигня-то. Вот. Нормально пить. Значит, смотри, смотри, тебя подождите. Возом телефоне. Подожди, тебя сегодня осудили в 2 часа дня. Значит, в 2 часа дня завтра это будет только сутки. У тебя трое суток. Понятно? Папа едет к тебе спасать тебя. Ты в четверг только выйдешь из изолятора. Да. Он говорит, что, как бы, за что мою дочку наказали? За то, что парень подошёл. За то, чтобы не провоцировало людей. Вот. И вообще, мама, давайте, всё, давай спать, отбой будет в 2 часа. Всё. А то много я смотрю вам это, повести. Всё. Я сказал, Марина, отбой. А я без тебя. Чё непонятно? Бегом спать. А я без тебя. Я тебе сейчас сутки ещё добавлю, тебе говорю. Я реально тебе говорю, я сейчас добавлю сутки. Моя работа мне главней. Мне моя работа главней, я ещё раз говорю. Дружба, дружба, мне всё равно эту дружбу. Сутки сейчас получишь ещё и всё. И завтра никаких тебе будет ни прогулок, ни мама не придёт, никто. Вы меня начинаете накалять уже, с чуя вам. Я смотрю, привилегию поймали. Я не с чуя. Всё, Марина, отбой в 10 был, всё. Спать нафиг, чтобы я тебя не слышал до утра. Окошко открыл. Чё? Окошко нельзя открывать. Окошко, открой, откошко. Воздух хотя бы дай. Пусть ты без воздуха сидишь. А чё же, он там задохнётся. Там же 40 градусов температура-то. Не помрёт. Ничего страшного. Не будь в следующий раз косячить. Не помрёт. Слушай, это прям как в настоящей тюрьме. Они же там вас задыхались. Помнишь, писали по телевизору? Ничего страшного, ничего страшного. А вы как хотели? Я пришёл, всё. Я пришёл на должность начальника изолятора. Всё. Я при власти. Я не участник. Я сотрудник. И теперь мне всё равно, что и как. Всё, мама. До свидания. Мам. Марина, я тебе говорю, ты не разговариваешь вообще. Она плачет, плачет там. Пускай плачет. Ты мой телефон возьми. Ладно, возьму. Не утонет в слезах. Ничего страшного. Я взяла. А то расслабились здесь без меня, я смотрю. Я наведу порядочек быстро. Быстренько наведу порядочек. Вы что думали здесь будете? Я сюда не пришёл с вами. Слушай, а до каких у вас, товарищ начальник, рабочий день? Рабочий день у меня тогда, когда я закончу работать, я уйду. Закрою всё и уйду. Но сейчас я пишу распорядок дня. Вот. Вот завтра смотрите, какой распорядок дня будет. Какое? Значит, подъём в 9.00. Не как там положено. В 9.00 подъём. Утренняя проверка и осмотр с 9 до 9.10. Физическая зарядка с 9.10 до 9.20. Утренний туалет, заправка коек с 9.20 до 9.20. Значит, уборка помещений с 9.30 до 10.00 утра. Завтрак с 10.00 до 10.30. Прогулка с 10.30 до 10.45. 15 минут только больше я не даю. 15 минут прогулка? Всё, 15 минут. Значит, дальше поехали. В тюрьмах-то побольше гуляют. Ты в футбол играешь? Мне всё равно, где гулять. Я так решил и так будет. Вот. По-другому быть не может. А женщинка побольше может гулять? У меня не разница, женщина или мужчина. Для меня здесь всё. Если вы попали туда, для меня вы одинаковые все. Значит, прогулка. Значит, посещение родных. Напоминаю ещё раз. Посещение родных. с 10.45 до 11.00. 15 минут. И садись. Марина, помолчи, говорю ещё раз. Сегодня не было звонка папе. Мне всё равно. Звонков не будет никаких вообще. Не, а сказали, звонок папе. Много больно было сегодня посещение Чуева. Очень много было. И звонок я отменил. Три минуты. Я разрешаю три минуты позвонить родным домой. В 9.00. Вот. Сейчас здесь всё пропишу. И посещение родных разрешаю ещё с 11.00 до 11.15. Тоже 15 минут. С 11.00 завтра? С 10.45 до 11.00. И с 11.00 до 11.15. Значит, потом... Не пропусти. Не пропусти, не переживай. А то расплачешься, будешь плакать. Значит, дальше. Приём-передач. Приём-передач. Вкусных всяких. Слышите меня? Да, слышу. Татьяна Владимировна. С 10.15 до 11.30. Понятно? Понятно. Потом дальше опять проверка и осмотр с 11.30 до 12.00. Потом обед с 12.00 до 12.00. Сейчас дальше буду прописывать распорядок дня. Вот, завтра сюда никто не ходит больше. Вот, сегодня ладно. Пока распорядка дня не было. Вы приходили там, Мариночку жалели. Вот, завтра её жалеть никто не будет. Завтра она будет у меня походить. Вот, по распорядку дня. Уборка, полы. А что, ложиться только в 10 можно? В 10? Нет, целый день. Даже на кровать садиться нельзя. Сидишь за столом. Вот, матрасы только можно расстилать в 10 вечера, когда отбой. Всё. Подготовка с 9.30 до 10. Всё. И отбой. Свет везде выключается. Вот, можете посмотреть. А воду даётся? Вот, можете посмотреть, чтобы вы понимали. Вода даётся? Вода. Вода даётся? В 10.00 вода утром тебе будет дать. Вот в 10.00 у нас отбой. Видите? Марина, я же тебе сказал, в кровать ложишься. Она вообще как кошка здесь сидит. Ложись в кровать. Ты можешь смеяться. Страшно. Всё. Серьёзно говорём. Всё. Вот так у нас проходит, как говорится, это. Чтобы вы понимали. Да. Всё. Завтра не пропустите. Завтра с 10.00... Ещё раз вам говорю. У вас посещение будет завтра, значит. Так. Посещение родных с 10.45 до 11.00 и с 11.00 до 11.15. Вот полчаса есть. Можете в 10.45 прийти и в 11.15 уйти. Вот есть у вас не более двух человек. Два человека. Вот вы можете прийти с кем-то там, с папой или с кем-то. Вот. Если вы придёте вдвоём и ваш приедет вечером папа, он Марину уже не увидит. Он Марину не увидит. Я ему не разрешу даже сюда подняться. Ну да. Вот. Вот есть у вас 30 минут, чтобы, как говорится, увидеть Марину. Вот. Вся косметика. Я всю косметику повыкидывал оттуда с изолятора. Нельзя ей пользоваться. Косметик только умываться. Мыльное, рыльное есть. Но там... Туалетку... Туалетку бумагу я ей сюда кину. Нет, там холодно. Холодно? Конечно, под холодным моется. А чё? Ничего страшного. Не застудится. Не застудится. А то расслабились все. Да. Все расслабились. Вот. Пускай немножечко... Слушай, знали бы вы, что товарищ начальник такой строгий, поголосовали, чтобы из Саратова лучше посидели, там песенки пели. Ну, а вы что думали, что я надолго ушел, что ли? Нет. Там у твоего товарища Чуева не получилось Розу спеть. Он три раза начинал, и три раза хрипел, и не получается. Он высоко берет. Потому что Роза чайна, только могу я петь. Хорошо? Роза моя, ты чайная, Роза моя, ты чайная, Роза моя, печальная. Так, ну чё у вас? Ну всё, что? Чё с чужим? Я говорю, тебе девочка уже Даша сюда бегает, она плетка лупит так, она тебя забьет здесь. Ну, скажу так, что здесь много хороших, достойных девушек, вот, хороших, но я так как начальник, я, как говорится, отношения здесь не строю, но, извините, меня на работе тоже бывают романы, тоже влюбляешься и женишься, влюбишься и женишься, как говорится, вот, сами понимаете, всё бывает в жизни. Всё жизнь. Вот, тем более я считаю, что я заслуживаю достойной только девушки, только достойной, вот. Конечно. Рядом со мной не будет недостойная девушка. Ну, конечно, Ленке-то ведро на голову надел. Кому? Ленке ведро на сошёл. Я никому не одевал. Мамань, давай. Я видео пересмотрела, вообще ужас, она ведро не может с головы снять, а ты ещё бьёшь ей палкой. Куда я её бью? Куда я её бью? Палка по ведру. Короче, за право нарушения, за право, ну, вон, видели мой кабинет? Ябаров Илья Владимирович. Начальник изолятора. Ну-ка. Начальник изолятора. Ну-ка. Ябаров Илья Владимирович. Это мой кабинет, где я провожу совещания, заседания и так далее. Да. Вот здесь сидит Ольга Бузова, судья. Здесь проходит суд. Здесь присяжные сидят, здесь вот эти, как вот. Ну вот, судья. Так что так, всё строго, всё строго. Много как присяжных-то, и все на каждый лад лякают. А? Много как присяжных на каждый лад лякают. А ты посмотри, вот в этом и проверяются люди, человеки, люди проверяются в высказываниях. Люди проверяются в высказываниях. Я не знаю, кто как проверяется. Вот. Просто хватит уже, как говорится, мозги удрить. Вот. В рамках телепроекта Дом-2 будет очень строго. Все будут, ну, я имею в виду наказываться, я сам лично буду наказывать. Вот. Потому что я имею право, как, я ещё раз повторюсь, я уже, Татьяна Владимировна, далеко не участник, и участником не буду больше. Вот. Потому что я полноценный сотрудник. Вот. Прихожу на работу, ухожу с работы. Вот. Я работаю здесь. Я это не скрываю. И сегодня я СМИ дал, как говорится, в таком комментарии, то, что я теперь уже полноценно здесь сотрудник. Как Влад Кадони, как все вот соц. ведущие. Вот. Я считаю, что спасибо за такую должность. Я доволен. Вот. Ну, всё-таки я полтора года прожил здесь. Полтора? Полтора года я здесь прожил, да. Ну, у нас совершенно полтора. Это мой дом, это мой родной дом. Вот, да. И нет, нас решало в три месяца я прожил. Вот. И я хочу сказать единственное то, что, чтобы вы понимали, то, что будет всё очень строго. Очень всё строго. Вот. Дружба дружбой, но у меня теперь не дружба, вы сами видите, у меня работа. Да. Я люлей получать не хочу, и до часу ночи здесь тоже сидеть, как говорится, извините меня, из-за каких-то там дебоширов или там ваших проблем мне это тоже не надо. Понятно. Вот. Всё будет строго, по распорядку дня. Всё. Я могу ей двое сейчас заправить. Ну, если нарушить какие-то права, я ей двое суток могу вылупить ещё. Она будет пять у меня сидеть. Вот. Ну и так же могу двое суток снять с ней, вот эти, которые я дал. Но то, что судья дала, я уже не имею права. Всё. Это уже закон. Так что вот так. Всё будет строго. А что-то интересно, последнее слово подсудимую не даёт. А смысл давать? Судья же... А что смысл давать, если 15 голосов было против Марины и 10 за неё? Всё. Ну так, говорят, вам последнее слово. Прокурор была... Прокурор была сегодня... Я не считаю... Прокурор моя сегодня была подруга Александра Гозис. Не виновата я! Не виновата я! Харитонова адвокат. Вот, я считаю, что Саша достойно сегодня своё дело сделала. Посадила, как говорится, человека на тросу. Грамотно, молодец. Саша Харитонова? Нет, Гозис. Гозис? Она говорит... Саша Гозис говорит, теперь бери меня в адвокаты. Я говорю, у тебя прокурор хорошо работает. Да, она хороший прокурор, Саша, я считаю, Татьяна Владимировна. Вот. И молодец, убозец получается, я считаю, что это будет очень достойный прокурор. Так что так. Короче, всё будет строго. Всё будет строго. Поблажек больше не будет никаких. Вот. Я сюда пришёл... Я сюда пришёл с большими намерениями, сразу говорю. Вот. Уходить я не собираюсь. Ни через полгода, ни через год отсюда. Вот. Буду работать достойно. Вот. Вы увидите, порядок будет здесь. Вот. Будем наводить порядки. Чё ему расширять будут? Ну, это не тюрьма, это изолятор называется. Изолятор. Временного содержания. Временного содержания. Кто нарушил права телепроекта Дом-2. Вот. Я... Расширяться будет. Однозначно. Сейчас там четыре койки. Вот. Скотки? Ну, нет, койки назовём их. У нас всё-таки не тюрьма там, да? Вот. А изолятор. Вот. И расширяться однозначно будет. Вот. Потому что завтра, скорее всего, будет суд, ещё кто-то заедет туда. Ну, желающих туда заезжать теперь с моим присутствием будет много. Каждый день будут туда заселяться. Потому что очень много я... Я приехал сюда. Очень много. Вижу, что... Действительно, по вот ситуации. У меня не было полтора, по-моему, месяца же, да? Вот. Я вижу, что очень много, Татьяна Владимировна, людей, которых нужно уже судить. Очень много. А много новых лиц за это время? Показалось тебе. Да все практически новые. Вот за полтора месяца практически все новые. Остались вот вы старенький. Глеб остался старенький. Кто там ещё остался? Черкассов. Ну, Игорёк завтра приедет. Вот он мне звонил. Пригубинку я совершил. Они с Эллой вылетели сегодня. Вот. Черкассов, да, вот остался. Чей остался? А так все новенькие. Я их и знать не знаю никого. Вот.